Шью я всю жизнь, работаю в ателье по ремонту одежды. Эту машинку мне муж подарил на Новый год. Я сказала, когда вы успели это все нашить? Я могу выпить шампанского. Это лучший друг моего мужа, Андрюшка. Хоть и врач, но он атомически все верно. С роскошной грудью. Если потрогать велюр, хочется прям. Это дочечка моя. Это надо показывать. Как красиво! Куколки 30 тысяч. Это у нас барышня, это Катургеневская. Это секреты. Мне очень нравится на русском языке ручная работа. Ого, у вас какая коробка! Надо было с мамой-то и начинать. Надо было с мамой-то и начинать. Здравствуйте, дорогие друзья! У меня есть для вас подарок. Но что это будет? Смотрите до конца видео, и тогда узнаете. Привет, друзья мои! Мы сегодня в гостях у Владлены. И она у нас занимается текстильными куклами. Добрый день, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди нас ждут новые рабочие места. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых героев. Если вы хотите стать новым героем, оставьте заявку по ссылке под видео. И Серафима с радостью снимет у вас ролик. Слушайте, я уже думаю, надо мне прекращать мучить героев с этими фразами. Мало кто справляется. Владлена, огромное вам спасибо. Ну а теперь расскажите немного о себе. Ну что ж, пандемия сделала свое дело. Раньше я игрушки шила для удовольствия, для того, чтобы кому-то подарить. Шила одежки куколкам своей дочери. А в пандемию разошлась. И вот моя дочечка заставила меня в соцсетях этих куколок попробовать ознакомить с куколками людей, со своей работой. Ну шью я всю жизнь, шью, вяжу спицами, крючком. А сейчас полжизни уже прошло, и кажется, так мало времени осталось. И хочется наверстать, хочется побольше пошить. Недавно мы смотрели с мужем по новостям, рассказали, что врачи и ученые работают над формулой, дабы продлить жизнь человеческую до 120 лет. Я сказала, это ж сколько я кукол успею нашить. Все понятно. То есть слушайте, сейчас такой период, что вам жалко, что вы куклами не занялись раньше. Да, да, мне жалко. Но всему свое время, может быть, раньше я не относилась бы к этому так серьезно. А сейчас мне даже некогда погулять с друзьями, выйти на экскурсию. Они зовут, а мне надо куколку закончить. Она мне приснилась, мне надо ее быстренько, потому что горит земля под ногами. Быстренько! Так, ну я знаю, что у вас есть еще основная работа же, да? Это у вас как хобби, да, которое вы совмещаете или превращаете его в работу? Вообще было как хобби. Я работала 13 лет мастером маникюрного сервиса. И мне очень нравилась моя работа, но мне надоело, я выгорела. Я решила немножечко сменить сферу деятельности. Работаю в ателье по ремонту одежды, любой. Но дома, в выходные, в праздники, и на курорте, и на море, я люблю шить, вышивать, придумывать, разрабатывать и все это воплощать в реальность. Но я думаю, что у меня удалось кое-что. Например, я пошила пару своих друзей, и я не смогла им не подойти. Друзья просто сейчас не знают, смотрят зрители, они просто не понимают, какие масштабы. Пойдемте. Вот посмотрите, друзья, за моей спиной, сколько работ. И у меня, конечно же, пойдемте, сразу же вопрос вам, как вы это все успеваете совмещать со основной работой? Когда вы успели это все нашить? Это все ночью вы шьете? Ночью, в выходные, днем. Иногда и в Новый год. Все пьют шампанское, а я могу выпить шампанского и дальше продолжить свою работу. Вы теперь все скучный. Мне просто это все очень нравится, очень, очень. Так, ну давайте посмотрим, что это за женщина тут. Я, честно говоря, такого еще никогда не видела. Это у нас барышня, это Катургеневская. Вот она сидит скромно на балу, ждет, когда ее пригласят на танец. Тоже в пандемию. Эту ткань купила моя мама, когда была мной беременна. Ого! Этой ткани очень много лет. Боже, какая красота. Натуральная ткань, да. И вот я эту куклу пошила и хотела ее продать и передумала. Потом пошила вторую куклу и тоже передумала. Мне нравится. Просто в восхищении. Какие у вас работы. Большая кукла. Главное, профессионально очень сделана. В строчках, строчке. Как красиво. Ручки. Ручки у них здесь. Можно пожать ручку. Можно потрогать. Да. Не испорчу. Нет. Вот это да. Где вы этому всему научились? Ой, с детства у меня бабушка учила вязать, шить. Я раньше шила одежки куколкам своим. Потом родила дочь. Шила одежки куколкам ее. Потом вязала, шила ей игрушечки маленькие. И пришла к такому выводу, что нужно использовать натуральные ткани. И тогда игрушка становится теплой такой, она тактильной. Приятной на ощупь. Вот если потрогать велюр, хочется прям лечь спать с ней. Слушайте, а что это за техника? Как это называется? Я сама не знаю. Вот как у меня все. То есть это вы сами придумали? Нет, оно есть, конечно же, в интернете много всего. Я нахожу там подсказки, что-нибудь, можно даже сказать, учусь чему-то новому. Но когда мне что-то приходит в голову, вот очки. Мой муж помог мне из проволоки очки собрать. Потом я их покрыла специальным средством. И они стали такие твердые, даже не помнится. Я их не покупала, мы их делаем сами. Я просто в восхищении. А какие коробочки-то у вас? Коробочки мой муж собирает. Я теперь понимаю, почему у вас так красиво все, потому что муж вас поддерживает. Спасибо. Вместе с вами делает. Да, да. Вот это да. Меня вся семья поддерживает, спасибо. Им это дочечка моя. Моя дочь заставила. Как дочь зовут? Вителла. Вителла, так. Вителла, я знаю, что это она отправила, да, заявку, чтобы вы учите? Временем, что же делать? Слушайте, вам и с мужем повезло, и с дочерью повезло. У меня очень хорошая семья, у меня замечательная семья. Спасибо им. Они меня поддерживают всегда. Особенно, если мне что-то нужно купить, помогают финансово, заказывают, курьера встречают. Спасибо им. Ну, благодаря им я такое вот что-нибудь новенькое могу выдумать ночью, утром встать, начать разрабатывать и пошить это за день, два, три. У меня очень много друзей, я всю жизнь, вот, много, ну, не всю жизнь, лет 20, что-нибудь пошью, подарю, свежу, подарю. А тут кукол всем пошила, пошила друга мужа, Андрюшку. А так вы берите в руки. Давайте, давайте, это у нас два. Вот под юбкой. Ну, вот спрятала, они вообще, потому что пиво пьют, наверное. Они, наверное, там пиво пьют, они спрятались от жен своих, от два друга. Это было шутошно, так быстро. Боже мой. Так, что это за ткань, рассказывайте. Это трикотаж натуральный, трикотаж, он тянется, и он удобненький такой. Вы ему даже здесь вот взяли. А это из чего, подожди, там прямо бусинка здесь? Ну, здесь бусинка, да. Это лучший друг моего мужа, Андрюшка, он живет в Москве. Так, вы ему подпись будете. Я хочу подарить ему, но надо его одеть, потому что он голый, неприлично. Значит, он к нам обещал приехать, несколько раз, и не приехал. Я сказала, я тебя пошью. Он сказал, что, я говорю, пошью тебя. Я его пошила. Пошила его. Теперь он должен пить. Я думаю, что не скучно нам в празднике, мы их созваниваемся и с ними за столом сидим. Ну, очень необычно, конечно. А это вы чем делаете? Розовые щечки? Розовые щечки, это постельные краски, сухие бусинки, зубки, нитки. Это вышивайся, да? Да, зубки вышивайся. А внутри чем наполняете? Синтепон и синтепух. Синтепон потверже для скелета, а синтепух уже на концах, так что помягче было, лапки. Вообще, я не думала, что он такой произведет фурор среди наших друзей. Вот Андрюшка, он такой веселый, мы его очень любим. Мне он понравился, мне даже жалко его сейчас отдавать. Надо одевать, надо отдать, обещала же. Слушайте, ну мне кажется, вам вообще жалко игрушки отдавать, нет? Ну, вот эту куклу я пошила дочери своей на день рождения. Я и не думала ее продавать. Вот после этой куклы, на красивую дату ей подарила, после этой куклы моя дочь говорит, мам, нужно пошить, нужно что-то выставить, потому что это надо показывать. Это очень интересно. Вот эта ткань ей лет 20, это джинс. А, это джинс? Да, я дочери шила из нее, много всяких там надежды. Какой рукава красиво сделали, у вас прям фонариком. Спасибо, бусинки тут у нас, чистая шерсть волосы, чтобы лежала. Это вы навязали? Навязала крючком. Вы еще и вязать умеете? Да, а вот я приготовила, похвасталась. Ой, Боже мой, видела. Похвасталась. Как красиво. Это вы кому связали? Это дочечке новогодние. Боже мой, как вашей дочери повезло. Да, спасибо, и куколки, с которыми можно спать. Вот такие вот всякие штучки, крючком. Сколько, я не могу понять, когда вы это все успеваете? А я отдыхаю вечером после работы. Может быть, когда вы этот лайфхак расскажете зрителям? Я отдыхаю вечером после работы. Это мой отдых, мое удовольствие. То есть, это для вас отдых вообще нисколечко? Вот это да. Было бы приятно совместить его отдых. Когда ты занимаешься тем, что тебе нравится и приносит удовольствие, приятнее. Когда ты спешишь домой, это приятнее жить. Тебя ждут не только муж и ребенок, а твои любимые куклы. Ну, теперь рассказывайте, где вы это все продаете. У меня есть свои заказы среди друзей, среди знакомых своих. Недавно мне заказали для очень состоятельного человека куколку мальчика и девочку, его и его жены. И когда куклы были готовы, они втихаря от меня отнесли к кому-то эксперту, показали их. Эксперт назвал такую сумму за стоимость одной куклы. Мне так было приятно. Они мне сказали, Влада, ты знаешь, сколько стоит одна твоя кукла? Я говорю, ну, приблизительно по времени, сколько уходит на разработку, на пошив ее. Потом нужно покрыть специальным составом, чтобы она высохла, поправить, волосы закрепить. Конечно же, это время уходит. Если кукла оригинальная, одна единственная. Например, вот какая-то кукола Наталка. Это моя подружка. Она живет в Калуге. Она одна единственная. Например, вот эта куколка тоже одна единственная. С сериями как-то шить неинтересно. Так, подождите, а ну так эксперт сколько назвал сумму? Эксперт назвал сумму наподобие этой куколки 30 тысяч мастеру. А что это за эксперт такой? А я не знаю, кому они отдавали. Что это за эксперт? Да, эксперт, который ищет подарки для людей, у которых все есть. Вот он уходит оригинальные подарки, ручную работу, и они как-то оценивают там. Но мне было очень приятно. Я уже зайду за экспертом. Да, точно, точно. Вот здесь вся одежка съемная, анатомически все верно. Это кавказская девушка Армины. Все, кроссовочки, мастерка, все съемная. Ну вот эксперт назвал сумму 30 тысяч, а вы за сколько? За 10. За 10? За 10. Ну я так думаю, что надо было и за разработку немножко взять, может быть, тысячи-три за разработку, потому что сутки двое, то есть все выходные уходят на разработку одной куклы. Слушайте, ну вы даже, не надо вообще оправдываться, это же понятно, что ручная работа, и тут вопросов не должно быть, когда человек что-то руками делает. Время, да, потраченное на куклу, у нас ждет время, даже материал не входит сюда, вот время потраченное на все это. И если человеку понравилось, мне потом передали, человек живет за границей, ему отправили этих кукол, его и жены. Я соблюла все пожелания заказчика и ждала с нетерпением, что же он скажет, он был в восторге. Он сказал, что это лучший подарок за последнее время. Вот это была самая большая оценка, больше, чем деньги. Чем стоимость куклы. Да, стоимость куклы, я прям ночью не спала, все, я успокоилась. После этого я уже всех своих кукол, которых друзьям пошила, всех раздала, освободила немножечко, подарила, немножечко освободила место, и сейчас готова к новым идеям. А вот у вас здесь стенд стоит, а вы на маркетах, наверное, где-то участвуете? Участвовала в Зеленогорске летом. В Зеленогорске, даже не в Петербурге? Да, в Зеленогорске, у меня там друзья живут, они меня пригласили, организаторы выставки меня пригласили, я поучаствовала. Но начался проливной дождь, шел он полтора часа три раза, все намочил нам. А это что вы такое сделали? Это такие для интерьера. Это вы нашили так много брелочков? Да, вот врачи, они тоже, хоть и врач, но анатомически все верно. Вот пупочек у нас тут сидела. Это Машенька. Слушайте, а как вы так одинаковых-то таких носили? Ну они не одинаковые, вот если взять, они все разные, у них у всех моськи разные, кто-то глупый-глупый, кто-то красивый. А вам не скучно одно и то же делать? А я делала по две штучки, долго-долго, я шила их несколько месяцев. Не утомляйтесь? У-у-у, школьницы. Как интересно. Для интерьера можно, для игрушечка, для елочку, можно как брелок использовать. А это внизу кто? А это у нас Кузи, домовенок Кузи. Боже, сколько стоит? 900. Друзья мои. Да, вот такие вот 500 куколки, маленькие, как брелок. А это у меня патриотка, она одна единственная. Все разобрали, потому что? Нет, я ее одну единственную пошила, пока я остановилась. У-у-у-у. Вот. Так, ну пойдемте еще посмотрим. А снеговик с метелкой? Так, это тоже вы сделали? Это он из чего у вас? Он из флиса. Вообще, я не очень люблю флис, это ткань ненатуральная, но для снеговика она идеальна. Он принимает такую форму, какую надо мне. Из влюра шила снеговиков, но они были слишком мягкие. Снеговик все-таки должен на холоде быть таким, тверденьким. Так я решила. Вот он поставишь, как хочешь, так и стоит. Можно потрогать? Конечно. Ого, в самом деле, слушайте, прям как шарик такой. Пусть он наметет в Новом году своим веником людям счастья, удачу. А как говорят у нас в Одессе, если в доме нет денег, привяжите к ручке снеговика в веник. И метите, сколько хотите. На метете, приходите. Слушайте, надо попробовать. Слушайте, как хорошо. А эта метелка вы кто сделал? Это я сделала. Из чего? Рассказывайте. Из ниточек таких специальных. Бечевка обычная. Так. Да, я самую толстенькую выбрала, иголочкой ее распушиваю. Сначала, да, сделала самую метелку. Вот палочки такие. А палочка что за палочки? Все для цветов, палочки, проволочки. Вот все закупаются в таких масштабах. А проволоки вам зачем это выставить? Проволочки вставляю в ручки, в нож куколок. А не гнутся, получается, покажете, у кого есть? Вот. Так. Ну, это я тоже хочу поподробнее посмотреть. Сколько такая стоит? Восемь. Красотка просто. Вот рука, да? Получится, как ее? Ага. А это подставочка еще? Подставочка, да. Ее можно снимать? Можно снимать. А подставочки продаются? Продаются отдельно, заказываю отдельно их. Так, ускакала у нас. Где заказываете? На Алиэкспресс. Вы даже и поп украсите. Все анатомически верно. Ну, так заглянет ребенок, должен понимать. Вот это девочка. Это для детей у вас? Можно, чтобы ребенок тоже играл. Но нужно понимать, что это ручная работа, чтобы не расстроиться. Если что, я реставрирую. Но куколы шьются медленно. Я не могу шить их много, серийно и быстро. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы к ней относились бережно. Больше так, для интерьера. Но вот моя дочь спит с этой куклой много лет. Вот это в голубом. А, с голубой? Да. Я пошила своей дочери пижаму. И потом пошила эту куколку в такой же пижаме. И вот она с ней спит с этой куколкой. Ничего вроде не... Она взрослая, но вроде состояние такое. Сохранное. Сколько вы по времени делаете вот одну куклу, которая у вас в руках? Которая в руках? Ну, дня два. Это если не вставать. А если вот с работы приходить, неделю. По часу, по два в день. Платье вы где научились делать? Давайте посмотрим. Очень интересно. Такие-то выкройки есть или вы как-то сами? Все разрабатывается. Вот это я разработала сама. Посмотрела, как оно должно выглядеть сбоку. Сзади подлиннее. Кружево заказывается на Валберис. Очень красиво. Потом в чай и в кофе делается цвета такого мореного. Вот оно белое приходит. Его нужно же покрасить. Не всегда мне белое. Замачиваете в чай? Для того, чтобы держала форму. Потом специальным составом еще обрабатывается куколка. Можно легкий, можно таким прямо на твердое может быть. Так, но у меня вопрос. Можно играть? Это вы все сами придумали. Вот как волосы сделать? Как их закрепить, чтобы они были плотненькие? Как вот одежду пошить именно под эту куколку? Это все моя разработка. Вам надо мастер-класс уже делать. Подождите, учить людей. Это же вообще нигде нету, получается, такого, да? Ну, я видела в интернете мастера сами. Я знаю одного мастера, который шьет игральные куколки. У нее все ручки, ножки, все шевелятся. Она этот состав делает таким более насыщенным, чтобы можно было куклу мыть, втирать, таскать. И эти куклы очень дорогие, естественно. Они никогда не порвутся, не сломаются, потому что они плотные, как пластик. Когда люди получают эти кукол, они понимают, думают, что из чего, но не понимают, из чего пошито. Мои помягче, они такие тактильные. Я выбрала то, что тепло с детства идет. Хочется с ней поспать, поиграть, хочется ее беречь. Но вы как называете их? Текстильная куколка? Текстильная куколка, да. Текстильная куколка. Так, это кто у нас? С нянечкой. Красота, глазки с чего у вас? Глазки, нитки. Так, это реснички, нитки, да? А бусинки? А вот здесь, да. Реснички, нитки, бусинки. А нитки что, обычно это вы сами нитки так писаете? Да, из ниток делаются реснички. Ого. В специальном составе тоже. У меня вопрос, как вы пришиваете нос сюда? Вот так его прикладываю, прикалываю и маленькими стежочками пришиваю. Это все прям ручная, ручной стежок. Ручной, все ручное, да. Пуговки, все ручное. Стачивается на машине зигзагом. Кружево. А вот прям изначально зигзагом сразу шьете, да? Да, да. Чтобы уже было как бы обработано. Да, на раскроенной юбочке, уже на раскроенной пришиваются. Слушайте, ну вот это тоже лайфхак прям такой, потому что, да, мелкая же, да, получается одежка, и поэтому две строчки будет сложно, наверное, да, поэтому. Можно и две строчки, ну, кто как из мастеров решает. Вот я зайку разработала после Нового года. Пошила у маленького, у большого. Думала, ну что же в ручках, кроме сердца, может лежать? Кроме морковки ничего не пришло? На сердце просто скучно. Заглянула, чем же расшивают в интернет? Стеклярусом. Ну, мы же друг друга тоже, мы мастера друг друга тоже чему-то учимся. Посмотрела, расшила стеклярусом. Прелесть. Она как-то заиграла. Хотя должна быть теплой, можем было бы с ней тоже, наверное, спать. Она вот такая сидячая, хвостика. А там что, подождите, вот чтобы она сидела, это у вас такое мягкое что-то? Нет, тверденькое. Тверденькая картоночка там? Ух ты. Покажите еще вот бирочку у вас, у вас прям все профессионально. Я постаралась. Пойдемте, я прям сюда приду. Моя дочь, моя дочь, мною. Так, это все дочь вам помогла сделать? Дочь помогла, да, дочь. Это она сама сделала? Ну, это в типографии мы заказали. Мы с мужем думали, как назвать интерьерные игрушки от Владлены. Так пафосно, ничего не придумали. Владкина кукла не сказать, мне не 15 лет. Ну, решили остановиться на этом интерьерные игрушки от Владлены. Я с любовью шила эту игрушку, чтобы она радовала вас и украшала ваш дом. Ну, как мило. Спасибо. Боже мой, я молодая. Так, садите зайчика на место, сейчас идем на ваше рабочее место и посмотрим, где же, из чего. Я, короче, друзья, все. Вот, начнем с машинки, да? Угу. Рассказывай. Ой, мою машину, эту машинку мне муж подарил на Новый год. И я даже не разозлилась. Он же мне не сковородку подарил, он подарил мне машинку моей мечты, которая мне была очень нужна. И я ему была благодарна безмерно. И вот эта машинка выдерживает все. Я очень люблю ее. Она у меня для прямой строчки, для зигзага, для петелек, для всего, чего хочешь. Так, ну вы мне расскажите, она же у вас, наверное, не так стоит, когда вы работаете. Так стоит. Так это же совсем мало места. Мало места. Я убираю здесь все. Убираете вот это, да? Да, убираю на диван. Все, здесь у меня все, достаточно места. А сейчас это вы просто прибрались, как бы, да, при съемке. А так у вас и диван весь занят. Все занято. Все понятно. Даже синтепон в бешках больших тоже мы вывезли. Слушайте, ну а чего вы побольше столстя не возьмете, раз у вас такие масштабы? На диване удобнее. А вот прям там рукой. Да. Опа, киса. Видите? Дружочек, подожди. А ну-ка. Подожди, уделим тебе время потом. Да, белые мухи летают за окном. Ну, интересно, да. У меня нет масштабов, у меня куколки практически не повторяются. Вы сказали, нет масштабов. А, нет, а что, подождите, да вы первый мастер, у кого так много работ. Я вам очень благодарна, конечно. Если б я знала, я бы еще подарила штук пять, шесть, семь кукол, подарила бы попозже после этой съемки, чтобы еще полочка была. Там есть куколка одна. Да, мы пошли, мы с моей подружкой Ириной Павловной, закадычной, пошли на Байдерку, Михайловский театр. Так, розовым? Розовым, да. Она так восхищалась. Она плакала во время балета. Она была так трогательной. Я ее пошила. А вы ей не отдали? А я потом пошила вторую, но они так не похожи, но она выбрала себе ту, какую выбрала. Вот эту я. Дело в том, что во время работы я влюбилась в эту куклу. Я очень люблю свою подругу Ирину Павловну. Да, я думаю, пусть она у меня будет всегда, раз я ее люблю. Пусть она у меня остынет. Пришлось пошить вторую, но это было крайне редко, потому что такие куклы не повторяются. Вот эта тоже куколка. Они не повторяются. И вот эта в меховом мантое, с меховой, как называется, муфточкой, шапочкой, она тоже одна единственная. Никто, вот эти куколки, помощники Деда Мороза, они тоже не повторяются. Вы все делаете в одном экземпляре? В одном экземпляре, да. Но если по этим лекалам, вот у меня заказали по этим лекалам наподобие куколок, были индивидуальные пожелания, я их выполнила, а лекалы у меня готовые, конечно, не уходит время на разработку. А если шить вот такую куклу, как Ирина Павловна, уходит много времени и разработать, и платье такое, она у нас леди, надо было платье 20-х годов, что-нибудь такое. Слушайте, но в первую очередь это у вас хобби, которое приносит иногда доход, да? Основной доход это у вас работа. Иногда, да. Основная работа, да. Спасибо моей дочечке. А что? Что помогает продавать? Что помогает, что заставила меня вообще ознакомиться с сетями, выставлять там свои работы. А вы даже не думали, что можно продавать? Нет, я даже стеснялась. Почему? Мне казалось, мои работы не совсем профессиональные, что мне нужно, наверное, еще дорасти. Потом, когда стали меня хвалить, ну, я стала выставлять кое-какие работы. Не все, потому что критично к себе отношусь. А на работе знают, чем вы занимаетесь? Знают, я уже всем все передарила. Уже все. Да, и уже. Основные заказчики, у вас друзья? Друзья, друзья, их знакомые. Соцсетей очень мало, очень мало, я там не развиваюсь, не умею пока что. Ну, надеюсь в дальнейшем. То есть, а хотелось бы вам? Конечно, хотелось. Когда работа в удовольствие еще и приносит деньги, наивысший пилотаж, конечно. Сейчас я уже свыклась с этой мыслью. С тем, что можно зарабатывать, да. Да, да, да. А вообще есть у вас в окружении люди, которые ручной работой зарабатывают? Или вы первая? Ну, есть кожевенная мастерская, замечательный человек, я с ней дружу очень, они зарабатывают давно. То есть, пример есть, да? Да, пример есть. Я сказала, что вы приедете ко мне снимать, я сказала, ой, Серафия, она же крутая, Влада, ты молодец. Ну, это, подождите, не я крутая, это герои. Ну, спасибо вам за ваш проект. Так, ну, пойдемте еще вернемся к вашей швейной машинке, потому что я-то вижу, у вас здесь возле швейной машинки еще что-то много всего. Ой, вы знаете, сколько я спрятала? Всего? Куда спрятались? Зачем? Подожди. У меня все вот это ткань. Ну, давайте приоткрымось. А, давайте. Это же очень... Это все ткани. Это вы где ее берете? Это все покупается, да. Я думала просто, что это обрезочки, может, какие-то. Нет, это большие куски, это нитки. Так, и вы все здесь занесите. Да, сейчас я вам покажу. Так. Вот это все ткани. И здесь еще ткани? Вот загляните, это ткани. А как вы вообще с этим справляетесь? А вот это все внизу, что я закрыла ткань. Идите сюда. Вот это, вот там в бешках ткани. И там еще ткань. Да. Слушайте, а почему такие большие мешки? Потому что, потому что оптом покупать дешевле. Где берете, рассказывайте. Берем в Альберес, берем ивановский текстиль. Ну, как где-то повезет. Вот. Недавно Бяйс взял мой муж отрезок на Алиэкспресс. Когда как? Подождите, муж взял? Муж мне делает заказы. Муж мне на Алиэкспресс делает заказы на Алиэкспресс, Валберес. Как он задает поиск, где выдают мои параметры. Цвет, стоимость, которую меня устроит. Вот так я заказываю. Иногда хочу купить метр, покупаю десять. А зачем? Не знаю, нравится цвет, пригодится. Можно что-то еще пошить. Можно пижамку ребенку. В общем, как любая руководительница. Да, у меня столько всего. Что я спрашиваю, расскажите. У меня столько всего. Можно шить, не выходя из дома. Так, ну посмотрим здесь, что у вас. Ой, здесь заготовки. Какой у вас интересный контейнер. Да. Здесь елочки. Так, это вы уже к Новому году, да? Да. Вот эти елочки. Я что-то пропустила. Вот они, вот они, вот они. Ого! Где будете продавать? Ну, не знаю. Пока что еще не выставила. Пока что только нашила. Еще, мне кажется, маловато их штук. Покажите зелененькую. Зелененькую. Вот эту побольше. 16 сантиметров она. Сколько будет стоить? В районе полторы тысячи. А эта елочка в районе 900 рублей. Пустина, вам на маркет надо. У вас так много работы, вам не хотелось? Надо. Мне кажется, мало у меня. А, вы имеете в виду в интернете маркет, который продают онлайн? А я имею в виду вам на питерскую какую-нибудь ярмарочку сходить надо. У вас же так много работ. Вы не думали? Я думала, но там стоимость одного дня 3 700. Дорого? Дорого. Они на месяц сдают эти ларьки, вот сейчас на манежные. Ну, я их просто не потяну. Все. А я имела ведущие маркеты, которые двухдневные устраиваются. Вот, видели, у нас на канале есть там ярмарка петербургская, маркет у моря. Они на два дня в Севкабель в основном. А, Севкабель, да, думала об этом. Думала. Но я хотела нашить побольше, чтобы не идти с детскими елочками. Мне очень нравится работать. Да. Я поняла. Вот давайте как раз и заготовку посмотрим. Ага, здесь у нас мужчины. Так. У нас мужчины вот тут. А как вы расскажите, вот у вас получается нос сделать? Это как это, вот такая форма? Это просто когда глазки пришиваешь, то нос появляется? Нет. Там внутри бусинка. Смотрите, этот мужчина у нас такой более мужественный, этот мальчик, еще плечики не очень. Вот вы эту бусинку как туда приклеиваете? К ткани или там какая-то основа, которую вы пришиваете? Это секреты. А, все, это нельзя. Да, все, да, хорошо. Потому что есть несколько способов, мастерицы знают. Тоже где-то подглядела, где-то что-то сама догадалась. Так, тушки вышиваете на машинке? Да, на машинке выворачиваю, набиваю. Вот здесь видно, что прям вот мужчина, да, спина такая. А этот еще не накачался. Вот. Слушайте, ну не тяжело руки прошивать? Они же такие узенькие на машинке. Ну, когда в удовольствие ничего не тяжело. Главное, чтобы не мешали. Не звали тебя гулять, никуда. Вот тут разные. Тут у меня снеговички накроенные. Давайте посмотрим. Щеточки. А выкроете, у вас где-то выкройки есть? Выкройки, вот они у меня везде. Вот здесь целая папка. Вы сами их рисуете? Да, сама разрабатываю, рисую, проклеиваю. Или скотчем, просто чтобы она была подолговечнее. Еще кучу выкройок я спрятала. Так, хорошо. Только то, что нужно сейчас. Ну, вот это я, конечно, хочу посмотреть. Вы прямо приготовились, я смотрю. Это красота. Порядок. Да. Это как у вас здесь новогоднее, да? Да, чтобы все то, что мне нужно будет сейчас, то, что пригодится. Вы заранее наготовили уже? Метелки, да. Вот, пожалуйста, наметите нам денежки. Песняка наметите нам денежки. Наметите денежки, да. Деревянные бусины. Мне очень нравится на русском языке ручная работа. На русском. Где заказываете? Тоже заказываю на Валберес. Но у наших мастеров питерских. Они всякие деревянные такие поделочки делают. Подарочки такие присылают. Не нравится вам, когда пишут хендмейд? Ну, мне нравится то, что ближе к своей рубашке, ближе к телу. Все-таки мы русские, на русском оно как-то ближе. Хендмейд уже набила слух. Всем понятно, что это. Поэтому ручная работа звучит, мне кажется, более гордо. Правда? Вот. Так, а эти ботиночки вы готовы покупать? Готовы, да. Для куколок. У меня сейчас будет два заказа. Вот я заказала. Это у меня девочка будет в короткой юпочке. С роскошной грудью. Так. Вот. И ее муж, значит, с бородой и с усами. Вот у меня заказ на март месяц. Мужу еще не заказала кроссовочки, потому что он очень стильно одевается. Я не знаю, где взять такие дорогие туфли. Буду думать, можешь сделать его босиком. И в шортах. Если не найду. Да, пусть сам покупает. Если не найду. Вот. Такой заказ пока что есть. У вас, Лена, есть подарок зрителям? Обязательно. Есть подарок. Давайте, что будете дарить. Я знаю, что вопроса нет. Мы сейчас придумаем. Но давайте покажем, что будете дарить. Вы будете зайку дарить? Да. Да. Друзья мои, все. Боже мой, как красиво. Я знаю, в какой коробочке. Ну, как вы красиво оформляете свои работы в коробочке. Спасибо большое. С душой стараюсь. Чтоб человек получил, ему понравилось. Еще в этой коробочке, учитывая, что это интерьерная вещь, можно зайку хранить. Хотя он сидит самостоятельно. Но тогда не садится пыль. Он нам более долговечен. Хочу подарить этого зайку, велюрового, фатиновой юбочки. А вопрос будет такой. Какую куклу мне пошить оригинальную? Я, например, хочу пошить Фаину Раневскую. Не из современных героев, но так, чтобы она зацепила, взяла за душу. И тому, кто предложит мне самый оригинальный вариант, этот зайка и достанется. Отлично. Друзья мои, оставляйте свои комментарии под видео. И через неделю Владлена выберет одного, а то и двух победителей и отправит ему свою ручную работу. По России доставка бесплатна. Если живете за границей, то нужно будет оплатить доставку. Но я думаю, что это того стоит. Даже вопросов никаких, я думаю, никого не возникнет. Вот она, ручная работа с любовью из России, из Санкт-Петербурга. Итоги вы можете смотреть в телеграм-канале. Ссылка будет под видео. Дерзайте, мы вас верим. Но, Владлена, давайте дальше продолжать. Я же думаю, еще есть что-то, чтобы вы хотели рассказать. Школьницу вы мне хотите показать? Да. Ну все, давайте. Ого, у вас какая коробка. Подождите, это же для цветов. А вы ее приспособили, наверное, да? Да, для куколки, чтобы не пылилось. Вот это-то я ни разу такого не видела. А как она у вас там висит? А, на подставочке. На подставочке. Видите, она коленку ударила зеленкой и помазали. Это моя одноклассница Танюша. Она живет в Италии, в Риме. Так, у меня вопрос сейчас. Подождите, а вы себя делали куклу? Нет, все говорят. Тем более, я люблю ходить с распущенными волосами. Такая медуза горгона. Сделай, говорю, куклу с волосами, с конопушками и с улыбкой, потому что я всегда на позитиве. Но я думала об этом, наверное, когда-нибудь сделаю. Не знаю, посмотрим. Пока что я ограничилась своей одноклассницей Танюшей. Это моя подружка, очень хорошая. Она живет в Риме. И мне нужно было ее образ воплотить так, как я ее помнила. Со школьной скамьи. Коротенькая юбочка, длинные ножки и чуть-чуть вкусноты. Она очень любила пирожные. Портфель ее, ее туфельки. Ее шикарная коса. Я думаю, получилось. Пионеры как нас принимали. Ой, красиво. Она видела ее уже? Видела ее. Мы должны с ней увидеться, когда закончатся все в мире проблемы. Я думаю, что мы как-нибудь встретимся. Все в мире проблемы. Да, можно заглянуть, там штанишки у нее такие симпатичные. Красота просто. Вот это да. Слушайте, вам просто удовольствие доставлять делать своих друзей. И дарить им. Да. Да. Ну, потому что я не думала об этом, как о бизнесе. Спасибо дочери, что она мне подсказала. Поэтому пока что так. Ну все. А это вот мама моя. Мама ваша? Это моя мамочка. Надо было с мамой-то и начинать. Надо было, может быть, этим... Это моя мамочка. Она у меня очень интеллигентная женщина. Она гид-экскурсовод, бюро путешествий, экскурсий. Много лет проработала. Угу. Мне хотелось ей что-то такое оригинальное. Вот. Очень красиво. Ну как красиво вы делаете. Юбка какая. Просто обалдеть. С подъюбничком. Угу. Там штанишки. Ну не будем конфузить взрослую женщину. Угу. Тоже я ее взяла просто для витрины, когда была ярмарка в Зеленогорске. И дождь пошел, немножко локоны намочил, но я поправлю потом. Угу. Мамочка, папа есть у вас? Папа есть, но папа пока не пошила. Папа боксер. Надо будет думать. Нет, слушайте, я имела в виду пошитый. Пошитый нет. Не надо будет, надо будет пошить с перчатками. Тоже об этом думала. Времени не хватает. Нужно время. Нужно 26 часов в сутки по три раза, чтобы в сутках. Тогда будет хватать на все. Ну давайте еще посмотрим, снеговичков сможете их сказать? А этим снеговичкам больше 10 лет. Угу. Тоже из флиса. Я это... Что у вас есть? Упаковочка для конфет. Это вы сами сделали? Да, да. Ого. Здесь помещается 700 тысяч грамм конфет. И вот я их заполняла, дарила детишкам своих друзей. Ого. Слушайте, как на заводе прям сделано. Да? Вот это да. Тоже стеклярусом расшила. Немножко стеснялась, потому что флис, он не требует таких украшений, как стеклярус, бисер. Но ничего, легло тут. Мне понравилось. Как будто ледышечки такие. Угу. Вот. А это коллекция радужная куколок. Так. Вот это. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Угу. Отлично. Они в шелковых пижамках. Угу. Не повторяется ни одна куколка. Ну возьмите одну, которую они в коробочке, посмотрим. Утянитесь? Да. Угу. Это на папе длинный чулок похоже. Ага. Друженькая такая. Угу. Пузико такое. Да. Все. Просто каждая девочка мечтает о радуге. Вот, пожалуйста. Радуга из куколок. А, слушайте, вот интересно. Это получается, человек должен все купить или можно какую-то... Ну я... А один какой-то цвет? Когда шила эту... Как ты себя воспринимаешь дорогим цветом? Когда шила эту коллекцию, шила ее для себя. Угу. Как бы мне бы не хотелось одну куколку продать, а остальные чтобы остались. Угу. Ну если кто-то захочет, то можно это обсудить. Сейчас я уже пошла вперед, мне уже хочется других куколок. Поэтому, пожалуйста, кто-то кому-то, если понравится, можно... Ну а вы как считаете? Нужны коллекции все, правда? Конечно. Я тоже так думаю. Да. Не надо их вообще разделять. У них разные причесочки. Радуга будет неполная. Да. Разные причесочки, игрушки разные, мишки с разными. Цветовая гамма под стать своей хозяйке. Вот эти мальчики тоже у вас... Это мои одноклассники. Вадим. Вадим и Саша. Вот я жду. Они в курсе вашей жизни. Они в курсе, Вадим в Израиле живет, Саша живет в Кишиневе. Я думаю, когда мы встретимся, просто они здесь стоят, потому что мы еще не увиделись. Так бы они здесь не стояли. Они мне предъявили претензии, почему мы такие пупсики. Ну извините, как я вас помню. Как вы тести помнили, да. Да, да. А мышек покажите, он у вас, это же вообще выбивается из вашей коллекции. Это парочка, да. Боже, что вы прям все можете, любую куклу сделать. Это на какой-то год, наверное, было, да? Это год, да. Лет пять назад был, да? Можно я потрогать? Пожалуйста. А вы им ручки сделали, вот из таких штучек? Ручки, проволочки, да. Ничего себе, как у вас сшит, это прям очень профессионально. И штук двадцать пошила всем на подарочки, раздарила и двух оставила себе. А что это за... Это велюр искусственный. Очень редко я прибегаю к этой ткани. Но когда мне нравится гамма вот цветовая, я покупаю. Потому что вот помощники Деда Мороза в велюре темно-синий, он тоже искусственный. Но редко я использую искусственный. Слушайте, ну смотрится-то вообще хорошо. Да, да. И мягенько. А вы тоже на машинке все стачивали? Стачивала, выворачивала, набивала. Ого, ты же прям очень... И даже ушки тоже на машинке? Ушки все на машинке. Ушки проклеены там специально. Слушайте, у вас прям круг получился. Ведь на машинке сложно прошить вот так вот. А, это руками. Вот это руками. И сыр придумали? Да, сыр сделала из... Боже, сколько у вас фантазии. В школьном магазине продаются такие листы для поделок. Вот. Я его, значит, склеила между собой специальной такой ручкой. Мой муж мне наточил ручку. Я ее прям пробивала. В общем, думала, как эти дырки сделала. Ну, получилось. Слушайте, вам надо идти в кукольный театр работать. Вы думаете? Да. Мне кажется, вам прям вот кукол делать только так. Сколько у вас фантазий-то. А сколько у меня в голове идей еще надо воплотить. Я ж так обрадовалась, что 120 лет будем жить. Ой, я столько нашью всего. Все. Слушайте, но у меня нет больше вопросов. Может, что-то вы еще какую куклу хотели историю с ней рассказать? Первую самую куклу после подарка дочери. Тоже с таким цветом волос. Выставила на ebay. Она простояла там 3 часа. Итальянка купила мне ее. Говорит, снимайте ее. Я уже не могу оплатить, но снимайте. В общем, как-то мы нашли друг друга через другие соцсети. Сколько вы ее продали? Я не помню, но что-то в районе 60, по-моему. 60. Я вообще выставила. Я не хотела ее продавать. Я пошила вот эту, и теперь не хочу. Меня радует. Слушайте, да. Жалко сейчас. Ebay же тоже, да, у нас нет? Ebay, да. И сразу его прикрыли. После того, как я продала куколку. Как жалко. Вообще. Мы все с вами, да, светили? Когда будем прощаться, вообще не очень хочется, конечно. Но время эфира у нас, друзья, к сожалению, ограничено. Вот, Владлена, огромное вам спасибо. Нет, спасибо вашей дочери, во-первых, сначала, что она заставила вас поучаствовать в этой передаче. Вот. Вам огромное спасибо. Вообще золотые ручки у вас. Спасибо. Вы сделали кукол. Мне, конечно, хочется, чтобы у вас это покупали. Вот, но, как я уже сказала, мне почему-то хочется вас отправить в театр и сделать кукол. Мне кажется, тогда вы будете счастливы и довольны, сколько там можно разных сделать героев. Вот. И это увидит много других людей. Вот. Есть ли у вас пожелания нашим зрителям? Вот любое пожелание, вот что бы творческому человеку хотелось бы вам пожелать? Дорогие друзья, я хочу пожелать вам, чтобы все ваши задуманные идеи имели время для воплощения. Время. А также благодарность. Это самое приятное, что может быть после работы. Пусть у вас хватает время на всё тёплое, красивое, восхитительное, на все ваши задумки, которые вы своими ручками воплощаете. Чтобы у вас всё получилось в новом году. И наметайте веником, наметайте счастье, удовольствие и деньги. Отлично. Что ждёте от этого видео? Ой, я жду приятных масс впечатлений. Я жду оценок своего творчества. Но мне бы очень хотелось, чтобы я приобрела новых друзей и услышать что-то о себе, о своей работе такое, что бы дало бы мне толчок для новых идей, для новых работ. Вот. Какие творческие планы? Творческие планы, пока у меня есть несколько заказов. И я вот думаю, как их воплотить. Например, супружеская пара, которая носит дорогие ботинки, где же мне их взять. Но несколько дней рождения, которые мне тоже нужно сделать оригинально, подарок. Всё, давайте передадим привет одному или нескольким героям, кто вам больше всего запомнился или понравился на канале. Мне очень понравились стеклянные шары. Мне очень понравились кожаные сумки. И сумки, которые вышиты руками. Я передаю девочкам огромный привет в больших творческих планах. Ну и, естественно, заработка. Заработка, потому что это помогает нам приобретать новые материалы. Всё, Владлена, огромное вам спасибо. Всё, давайте, пока-пока. Пока-пока. Заканчиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok